Доброго всем! Сегодня в ролике пойдет речь о замене втулок шатунов под пальцем. Конечно, для этого требуется специальный станок, которого у нас нет. А получилось это потому, что мы еще лет 7-8 назад очень редко занимались данным видом ремонта. Поэтому необходимости в нем и не было. Впоследствии постепенно к нам один клиент за другим стали привозить шатуны с просьбой их перевтулить. Так это дело и пошло. Сегодня мы покажем, как выполняет данный вид работ мастер нашего цеха Виталий. Итак, у нас есть шатуны и есть новые втулки. Мы также берем у клиента поршневой палец. Теперь, прежде чем поставить новую втулку, нужно выпрессовать старую. Делаем мы это на прессе при помощи элементарных оправок. Далее измеряем новую втулку. И ее размер составил 35,1 мм. А внутренний диаметр 31,5 мм. Чтобы запрессовать новую втулку, нам нужно расточить отверстие шатуна. Его родной диаметр 33 мм. Нам нужно выбрать 1 мм на сторону или 2 мм по диаметре. Это, как вы понимаете, общие размеры без соток, чтобы была ясна общая картина. Как правило, зазор в этом соединении между пальцами втулкой шатуна составляет от 0,007 до 0,29. Допустимый зазор 8 соток. Проходить будем резцом в несколько проходов. Сперва уберем 1,5 мм на диаметр. Затем десятки 4 с получистовым проходом. И уже после уточненного размера снимем около десятки начисто. Ставим шатун в приспособление. Индикатором выставляем горизонт. И центрируем отверстие шатуна относительно патрона станута. Заранее приготовим измерительный инструмент. Для точности измерения выставим нутромер по мерным пластинам 30 и 5 мм. Зажимаем их микрометром. Фиксируем размер. И выставляем на 0 нутромер. Ставим патрон резец. Выставляем размер для чернового прохода. Как я уже говорил, полтора миллиметра по диаметру или 0,75 на сторону. И приступаем к обработке. Промеряем полученный результат. Отверстие осталось диаметром 34,5 мм. Так и есть. Сняли по диаметру полтора миллиметра. Теперь нам нужно подать резец на 4 десятки. Для этого ставим нашу самодельную оправку с индикатором. Сразу видно, где мы работаем. Детали оправки, если обратить внимание, выполнены из клапанов. Добавим к резцу 2 десятки. Мы получим нужные нам 4 на диаметру. Выполняем получистовой проход. Измеряем результат и выставляем резец на чистовой проход. Проходим резцом начисто. Посмотрим, что у нас получилось. Как видим, выставленный размер 35,0. Затем следует сделать заходную фарфу. Сделать ее можно как при помощи бормашинки или гравюра, как кому удобнее называть, так и при помощи шагера. Вот теперь можно приступить к запрессовке в тур. Делаем это, как и при выпрессовке, на гидравлическом тресе. Зажимаем шатун. Смазываем маслом втулку. Совмещаем отверстия по масляному каналу на втулке и на шатуне. Запрессовываем новую втулку. Теперь нам следует убрать лишние торчащие за габаритоголовки шатуна и на стенки втулки. Фиксируем шатун. Ставим фрезу. И удаляем из них. Теперь нужно пройти резцом втулку под палец. Вновь ставим приспособление. Выставляем. Крепим шатун. Центрируем резец. Берем родной палец и выставляем на микрометре его размер. И к данному размеру добавляем полторы сотки на зазор. Полученным размером проходим резцом втулки начисто. Проконтролируем полученный размер от пальца. Так и есть. Минус полторы сотки. Теперь посмотрим, что получилось, непосредственно вставив палец. Палец аккуратно и плавно под собственным весом опустился в ремень. И в заключение обязательно снимем шатнером оставшиеся заусенцы. А на этом все. Оставляйте комментарии. Задавайте вопросы. Постараемся ответить. И без аварийных вам поездок. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...